Сразу два чрезвычайных происшествия случилось в минувшее воскресенье. Одно в первой половине дня. В 11 часу мужчина 1988 года рождения, проживающий в частном секторе на улице Луговая, это за стадионом, решил заняться ремонтом своего колодца. Но веревочная лестница, по которой он спускался, оборвалась, и незадачливый мастер оказался в воде на глубине 10 метров. Сам колодец был заполнен водой на 4 метра. Мужчина смог вылезти из воды и удержаться за шланги от насоса. К счастью, рядом оказалась с женам, она и позвонила на номер 112. Надо добавить, что вытащить мужчину пытались и соседи, но безрезультатно. Прибывшие огнеборцы при помощи веревки, карабина и подручных средств смастерили систему для спасения. Один из пожарных даже спускался вниз. Начальником караула в этот день был Александр Солдатов. По телефону он рассказал, как прошла операция по спасению мужчины, который провел в воде около получаса. Весь окоченел и сам не смог зацепиться за приспособлением, которое смастерили ему сотрудники спасательной службы. Опустили ему туда лестницу-палку, такая у нас есть 4 метра, чтобы он хотя бы там встал. Дальше у нас туда спустился у меня пожарный Смолянинов в колодец. Там мы его обвязали, этого молодого человека, и уже вытащили на улицу. Он был весь сырой, замерз очень, то есть он сам там не смог не обвязаться, ничего, то есть он очень сильно замерз. Вода на самом деле была очень холодная в колодце-то. После этого там дали ему, супруга вынесла одеяло, укутался он в одеяло, ушел в дом. Там, наверное, его чаем напоили, я так думаю. Он не пьяный, он трезвый был, все нормально как бы. Просто вот такая ситуация получилась. Александр Солдатов добавил, что опыт спасения людей, попавших в колодцы, есть. Этим летом они доставали пожилого мужчину, который собирал ягоды в одном из заброшенных садов и не заметил заросший колодец. Они пошли малину собирать, вот там, где заброшенные сады. И он туда тоже провалился. И вот мы его из леса-то вот тащили, тут сначала доставали так же. То есть опыт-то как бы уже есть. Но там более тяжелее было, он там как бы маленько поранился. То есть и он пожилой был. Потом вынесли, вот там скорая, то есть ему как бы оказывали помощь. Там маленько посложнее было. Здесь-то хоть он, грубо говоря, упал в воду и ничего, его ни ушибов, ни ссадин, ничего не было. Вот это еще спасает, что они падают-то. То есть ногами вниз. Вот чего спасает. А так, если бы головой-то вниз, и все бы там. Во второй половине дня воскресенья на улице Возрождения произошло дорожно-транспортное происшествие. 69-летний мужчина, управляя автомобилем Рено Логан, совершил наезд на 35-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть слева-направо, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами доставлено в областную клиническую больницу. Водитель трезв на него составлен административный материал.